всем здравствуйте почитал комментарии к видео неприятной истории дмитрия главинского лмс штурм и хотелось бы ответить на некоторые комментарии на какие-то вопросы которые задаются в комментариях ну основная в общем то такой посыл в комментариях о том что какие у тебя пруфы то есть если меня на самом деле пруфы или может быть я просто воду лью давайте разбираться ну начнем первое значит я собственно говорю говорю об лмс штурме да то есть я говорил было мы штурме соответственно я должен рапу фануть за то что ламма штурм сам себе как говорится было потому что его не было ну это очень легко пруфуется это пруфуется так заходите на youtube забивайте поисковой строке полей головинский и перед вами выпадает целая цепочка видео из которого вы поймете что лмс штурм был и он имел отношение как раз дмитрию головинскому 1 2 проб что то есть будем разбирать что я мог теоретически напиздеть на хуй если меня на это пруф то есть дальше дальше я мог бы там скажем пруф по поводу того что головинский с полем у них был конфликт опять туда же забивайте в youtube смотрите видео там все это есть третий момент я мог теоретически я мог напиздеть что у головинского спиздили переписку то есть мне нужно пруфануть за это давайте я пруфану за это заходите на страницу андрея поле забиваете на поиск головинский да нахер выпадает цепочка связанных событий видео смотрите пост там есть конкретный пост на эту тему в котором эта переписка выложена частично как я говорил дальше ну что еще могу я могу теоретически там ну напиздеть по поводу того что например дмитрий главинский менял внешность берете с хронологию смотрите момент когда он из сатанисты и чувака в кожаные это самые штучки курточки превратился вот этого самого такого теле линдемана смотрите и вы увидите что эти события как раз совпадают с моментом когда у него спиздил переписку дальше что я мог напиздеть теоретически мне нужно пруфануть за то что дмитрий главинский извинялся перед андреем полеем то есть то о чем я говорил я тут сейчас пруфу это опять также youtube поле и головинский и вы там смотрите также можете на странице андрея тоже посмотреть опять же по ключевым словам данных и головинский и вы увидите там тоже такие моменты связаны с тем кто короче вы просто прочитать что да действительно извинялся такой момент был то есть данном случае андрей поле является для меня как бы пруфмейкером держателем пруфов то есть он пруфует все что я говорю подтверждает ну что это я подтвердил подтвердил так что я могу что-то а где я мог там что ему я мог напиздеть что у меня добавлял друзья мурат алибегов и что он мне там в чате жимовиков сказал о том что дмитрий головинский педераст ну или гей там как угодно то есть я мог это напиздеть то есть мне надо пруфануть за это ну так скажу ну допустим может даже не допустим у меня есть переписка мурата алибегова со мной у меня есть скрины этих комментариев у меня все это есть да ну понимаете если я просто выложу эти скрины или как-то их покажу или покажу переписку которых в текстовом режиме я искать через вк-опт ну мне же скажут что естественно мне скажут что я пиздобол нахуй что я все это ну так сказать но то есть ею по делу скорее всего скрины переделал то есть это скорее всего естественно все скажут что это фальшат но я тоже человек адекватный я понимаю что скрины в контакты на доказательство не потянут поэтому я даже и не пытаюсь это сделать кинуть профлинг конкретно на это комментарий на какие-то моменты я не могу потому что как бы но все эти события они пятилетней давности почти 5 лет не давности поэтому по этому моменту ну давайте так как нельзя у людей нейтральный подход можно сказать 50 на 50 там 50 процентов что я напиздил 50 процентов что я сказал правду нас учетом того что все что я говорил до этого пруфуется ну можно дать 70 на 30 то есть 70 что я говорю право 30 что я это самое вот все собственно по пруфам все что я говорил я фактически всю пруфанул а точнее это пруфует андрей полей да ну давайте еще то какие вопросы были того например мне описали стою зачем ты одел маску зачем-то зачем ты пишешь маски то есть как бы и что ему кажется если в маске ты тут сто процентов пиздец значит она соответственно ну давайте так но смотрите маску я одел потому что я не публичный персонаж мне не нужно кажется какой-то хайп какая-то известность там какие-то донаты там еще что-то такие какие-то моменты там поэтому я как бы личность не публичный мне как бы дианониться никакого интереса особого нету и это дело не собираюсь по поводу того что пиздит маски или без маски ну слушайте но есть такой президент российской федерации владимир владимирович путин он собственно говоря без маски говорил свое время что он не будет но повышение пенсионного возраста не будет изменений в конституции ну а вы сами знаете что говорится как было все он это все сказал без маски кстати наверно когда маску водил тогда бы это было бы как-то по-другому наверно то есть кажется ребят ну не вижу связи говорится да да то есть можно напиздить маски можно напиздить без маски можно там как угодно это сделать вы не на то смотрите горится не на то обращайте внимание потом дальше так сейчас если бы я просто обвинял головинского то тогда бы еще люди могли бы задуматься а я ведь обвиняю оказывается я я поддерживаю руку рубанова вот понятие но человек вот не досмотрел видео до конца и крыльцами делай какие-то и пишет вот эту хуйту я в дни головинского ничего не обвиняю и его рубанова никак не поддерживаю я все лишь правил параллель между тем что их не истории похоже и спросить дмитрий задал простой вопрос как бы спрашиваю о том а что же ты не сделал то что ты просишь сделать рубану вот и всего никаких обвинений дмитрий главинского с моей стороны нету никакой поддержки егору рубанова с моей стороны тоже нету понятие вы что-то там вы либо не досматривайте видео до конца либо 2 какие-то делайте выводы какие-то непонятные еще на основании чего ну собственно говоря вот собственно конкретно по пруфам по комментариям всем ответил и что хочу сказать ребят если вам эта тема интересна действительно если вы говорите там да хочу отметить еще один момент судя по комментариям по лайкам я понял заметила ты понял что у дмитрий главинского теперь есть окажется youtube было мы что похоже кажется все таки действительно эти разговоры слухи о том что у у него это тем как говорится осталось то еще штурмовики есть нового поколения то есть они говорятся это есть но судя по коме по комментариям я это понял ну что хочу сказать ну по сравнению со старой школы со старыми такими ситхами они слабоваты да тролли вот такого размера вот вот такого сейчас как правильно в камеру показать вот такие и где-то там в говне барахтаться что-то пузыри там пускают то есть роли уровня наху послал троллем стал не стал мелкая дешевая блять вот такая хуйта блять с под ногтей наху да да вот такие сейчас роли у дмитрия главинского youtube тролли я думаю наверно да да вы кого же практически там уже ничего нету не пишет ну что хочу сказать да я хочу сказать что ребята если кому интересна эта тема да действительно вот это вам интересно то есть вы хотите действительно какие-то пруфов то ну помимо того что я вам сказал у вас есть и носители всей этой информации и люди которые принимали в этом участие то есть у вас есть андрей полей вы можете у него спросить в одном из видео он даже четко говорит что у меня есть не мегабайты а у меня есть гигабайт информации по теме лима штурм есть аудио все сообщения дмитрий главинского гигабайт информации из которых все вот становится ясно все понятно то есть вы можете этого момента уточнить у него потом есть мурат алибеков может у него спросить как он-то прокомментирует потом конце концов есть дмитрий головинский человек который не боится никого не избавиться не стримов он всех на стримах опускает он всех на стримах тебя побеждает его невозможно победить ну может быть он вы могли бы у него спросить скажи дмитрий прокомментируйте как вообще что такое что за история с ломов штурм весь youtube вот мы посмотрели видео действительно андрей полей вас нагибает а вы там только утираете ссылки расскажите как то получилось как непобедимого бойца который вообще там фактически не проигрывал ни одного стрима как его так вот что называется расчехлили елки да господи чего там чего там говорить про меня у вас есть просто фактически живые первоисточники приходите к ним спрашивайте и ищите и обрящите елки вот и все все очень просто на самом деле вот такое небольшое видео по поводу если пруф или нет как видите эти пруфы есть ссылки все есть вам просто надо немножко ну как бы посмотреть поискать немножко поуглубляться ссылки не смотреть видео на перемотке осмотреть видео полностью и у вас сразу картина может прояснится вы не будете писать какие-то глупые и идиотские дурацкие комментарии всем спасибо всем пока корица до новых встреч возможно